ААА-игровые издатели это очень интересные ребята, которые не умеют делать множество вещей, из которых самое заметное, наверное, не умение зарабатывать себе хоть какую-то хорошую репутацию, за очень-очень редким исключением, настолько, что им приходится буквально кидать людям подачки для того, чтобы они их хотя бы полностью не загрызли. Но некоторые вещи ААА-игровые издатели делать умеют даже очень неплохо. Среди этих вещей, например, желания и даже периодически попытки заработать вообще все деньги в мире, Не то, чтобы невозможность это сделать Их останавливало когда-либо Это не важно Но что самое главное Это их умение врать Врать они умеют еще как Они умеют очень правильно выбирать слова Знаете, специальные ведь департаменты для этого существуют Которым буквально платят зарплату для того Чтобы они использовали очень правильные слова Которые потом, если что, в суде нельзя будет применить против них Это, между прочим, целое искусство И сегодня я бы хотел на одном интересном примере Его с вами обсудить Так сказать, разобрать вот текст Который нам предоставил мистер Активижн конкретно в этот раз И на его примере просто показать вам Как именно они это делают Потому что, если вы имеете обращать на это внимание То у вас становится сложнее обмануть Становитесь умнее от этого Вы же любите становиться умнее, правильно? На канале Культа Живем Главный герой пиршества сегодняшнего Это Call of Duty Modern Warfare Интересные новости поступили с ним Связанные заявления от разработчиков Непосредственно имя же, конечно, написано Я в этом нисколько не сомневаюсь Почему мы его обсуждаем? Потому что сегодня, проснувшись, я заметил Что приличное количество видео в моей ленте Обсуждают и радуются, буквально празднуют То, что походу все лутбоксы из игры Будут прям вот полностью убраны Не будет лутбоксов в игре Будет только Battle Pass И как будто бы воспринимают это за чистую монету За некоторым редким исключением Но, тем не менее, именно на это намекают заголовки Которые они постят Я не исключаю то, что ребята выбирают такие громкие заголовки Просто для того, чтобы привлечь к себе внимание Кто из нас так не делал, в конце концов Но просто сам тезис, он немножко некорректный Потому что я прочитал это заявление полностью И я из него, на самом деле, противоположный вывод сделал Вот полностью противоположный, который совершенно не соответствует тезису Выдвигаемому в названиях тех видео, о которых я говорю И, если честно, я не понимаю, как можно было этот вывод, в принципе, даже сделать Кроме как чисто вам соврать Но это не то, что Культас с вами сделает Конечно, Культас добрый, он очень хороший человек Поэтому прямо сейчас мы с вами прочитаем заявление От разработчиков Call of Duty Modern Warfare Всеми ожидаемого от любимого Modern Warfare Который мы все так помним и ждем И мы попробуем с вами на его примере Прикинуть, какой именно лексикон такие вот посты используют Для того, чтобы вас наебать Объявление Как Call of Duty Modern Warfare будет работать с новым контентом после своего запуска Итак, первый абзац наименее подозрительный В котором вам говорятся только хорошие новости Не вызывающие подозрений Вот те самые тезисы, которые люди сами говорят Кидают в разработчиков И здесь они получают их обратно Буквально вот в том виде, в котором хотят За исключением самого-самого последнего пункта Которому мы придем чуть позже Это сделано не просто так Потому что уже в следующем абзаце идет вопрос монетизации Который я вам сразу заспойлерю Не то, чтобы такой же позитивный, как вот в первом абзаце Вопрос всего, кроме монетизации Это сделано не просто так Это сделано для того, чтобы сразу настроить вас на положительную волну Чтобы зачитавшись хорошими новостями Вы восприняли новости, которые могут прозвучать не так хорошо Если ты начнешь думать о них Чтобы ты прочитал их уже на более положительной волне Чтобы не особо сильно сердился И может быть даже твоя бдительность немножко уснула Сообщение от команды Call of Duty Call of Duty Modern Warfare уже почти вышло С самого начала работы над проектом 3 года назад Мы просто невероятно энергично вот к нему относились Мы прямо бурлили страстью по отношению к нему Мы не просто хотели сделать лучшую игру, которую только сможем Но также мы хотели сломать стены И соединить все комьюнити, объединить их вместе Это сейчас используется экспрессивный язык в самом посте Это не я придумал Они буквально пишут Breaking Down Walls Подразумеваю, что кто-то эти самые стены построил Ну технически это да, конечно Потому что кроссплатформенная игра Она предполагает то, что компаниям разным нужно договориться Между собой по вот этому конкретному топику Но есть мнение, что это не то, чтобы очень сложно сделать Конкретно для кроссплатформенной игры Это сложно сделать, когда речь идет об эксклюзивах И портах, и вот этих всяких штуках Но когда речь идет о том, чтобы просто играть друг с другом На уже портированной игре Это не то, чтобы очень сильно сложно Но тем не менее, мистер, давайте назовем его мистер комьюнити менеджер из Call of Duty Он использует очень экспрессивный язык Для того, чтобы показать, что вот компания старается прямо для вас Она проходит через адовые препятствия Она настолько много усилий прилагает Она прямо ломает стены для вас Она не просто заходит к Xbox и PlayStation и говорит Пацаны, давайте мы сделаем кроссплей И они говорят, окей, хорошо, нам пофиг в принципе Главное, пусть за Xbox Live там платят Или за PlayStation Plus Или какие там еще сейчас платные сервисы, как они называются Вы поняли, короче То есть нет, нет Они хотят вам сказать, что они специально для вас пытаются сделать максимально лучше Это все для народа Это все для вас, пацаны Пацаны Начиная с титла Modern Warfare, мы принимаем следующее решение Во-первых, мы включаем кроссплей для всех платформ На которых находится игра впервые в истории Во-вторых, мы убираем паки с картами из Season Pass и из DLC Для того, чтобы все игроки, вне зависимости от того, что у них куплено, что не куплено Могли играть вместе В-третьих, все мультиплеерные карты и игровые режимы Которые будут выпущены после непосредственно выхода игры Будут доступны всем игрокам сразу Пока что ничего подозрительного Но последняя строчка, которую мы сейчас прочитаем Она уже мягенько нас подводит к тому, чтобы перестать доверять мистеру Activision Ну, так вот совсем чуть-чуть В-четвертых, все мультиплеерные карты, которые будут доступны после выхода игры Они будут запущены на всех платформах одновременно И вроде бы ничего такого, да, но с другой стороны Вот мы же вспоминаем сразу презентацию PlayStation'а, которая недавно проходила На которой мистер Modern Warfare тоже присутствовал И там была такая маленькая подпись, вызвавшая небольшие бурления в комьюнити В комьюнити Call of Duty, да, где было написано в этой маленькой строчечке Что режим Survival будет доступен только PlayStation'у в течение года Да, это временный эксклюзив Но то, что он будет доступен в течение года Означает, что к тому времени, когда он будет доступен для всех платформ Уже выйдет следующая Call of Duty И на Modern Warfare, так или иначе, все забьют болт Потому что она будет уже неактуальна И это, по факту, означает для игры то, что это полноценный эксклюзив Потому что, когда он перестанет быть таковым, он просто станет уже бесполезен Почему я привлекаю к этому такое внимание? Потому что здесь начинается то, ради чего вы это видео, в принципе, включили, я надеюсь Это правильный выбор слов Они очень специально, они специально не просто так выбрали термин пост-лайнч То есть, если бы они его не упомянули По идее, суть предложения бы не изменилась То есть, если вот после того, как в предыдущей строчке было написано Что все карты и все игровые режимы, которые будут выпускаться после того, как выйдет непосредственно игра Будут доступны всем игрокам Можно было бы сделать логичное заключение Когда вы читаете следующую строчку Что тут также имеются в виду все мультиплеерные карты и режимы Которые были запущены уже после того, как игра вышла Но они, тем не менее, включают слово пост-лайнч Они специально акцентируют на этом внимание Почему? А это мы знаем, когда прочитаем то, что они написали про монетизацию Все эти изменения, конечно, будоражат наше сердечко Но мы понимаем, что даже после того, как все вот эти штуки сказаны Один топик все-таки волнует наш комьюнити И давайте мы сейчас о нем и поговорим Давайте мы поговорим о том, как будет работать экономика в Modern Warfare Действительно, мистер Activision Давайте поговорим об этом и как следует обратим внимание на то, какие слова ты используешь для того, чтобы о ней поговорить Вашему вниманию представится новая система Battle Pass'а А не система лутбоксов Именно «а не» Вы думали, может быть, я схожу вместо системы лутбоксов Но нет, нет, вы не подумайте Нужно обращать внимание именно на слова, которые они используют То есть еще раз давайте прочитаем Мы представляем новую систему Battle Pass'а А не новую систему лутбоксов Не упоминается в этом предложении, что лутбоксов в игре не будет в принципе никогда Хотя это то, что в новостях преподносится сейчас Я не знаю, опять же, почему люди такой вывод сделали И они пишут это в названиях буквально, что все, не будет, не будет в Modern Warfare лутбоксов Будет только Battle Pass Это то, что они хотят, чтобы вы подумали определенно Потому что они как бы проводят параллель, да Что вот у нас есть система Battle Pass'а А системы лутбоксов не будет Но это абсолютно точно не говорит о том, что лутбоксов в игре в принципе не будет Еще раз, значит, смотрите Мы представляем вам новую систему Battle Pass'а То есть обновленную такую систему Battle Pass'а, которой раньше не было Но в то же время система лутбоксов Если вот это предложение прочитать Мы не представляем вам новой системы лутбоксов Это не означает, что в игре не будет в принципе лутбоксов, да То есть может быть у них не будет какой-то, не знаю, дикой системы Хотя система в любом случае будет Потому что если ты сможешь покупать их за реал А ты скорее всего сможешь покупать их за реал, да То это уже технически можно назвать системой Потому что типа вот ты покупаешь, открываешь И это цикл, который можно повторять Это уже само по себе система Но это старая система, да То есть она не новая Они не говорят, что лутбоксов в принципе не будет в игре Если бы это тот посыл, который они хотели бы передать То они бы так и написали Что мы представляем вам новую систему Battle Pass'а Точка Лутбоксов в игре не будет Точка Это ведь было бы очень просто сделать Я имею ввиду, если бы они действительно хотели Чтобы вы были прям 100% уверены в этом Чтобы вы прям знали, что лутбоксов не будет Они бы так и написали Но они выбрали именно эти слова для того, чтобы построить свое предложение Зачем? Опять же поговорим об этом после того, как прочитаем все остальное Просто пока что учитывайте Держите у себя в голове Что они не сказали, что лутбоксов в игре не будет Они не говорили этого напрямую Весь функциональный контент, который влияет на внутриигровой баланс Например, отдельное оружие Или отдельные насадки на оружие Можно будет открыть просто играя в игру Опять же, внимание, привлекаю вас к формулировке предложения Можно будет открыть это Просто играя в игру Но тут не написано, что только играя в игру Опять же, если бы они хотели вам сказать Что вы можете получить внутриигровые предметы Которые влияют на баланс То есть, если бы они хотели сказать, что в игре не будет pay to win Они бы могли так и написать напрямую Что они бы написали Can only be unlocked simply by playing the game То есть, можно только получить играя в игру А, например, платя за лутбоксы Или просто там донатя реальные деньги на конкретные пушки Так бы их получить было нельзя Но они выбирают именно эти слова для своего предложения Обращайте, обращайте свое внимание Как следует читайте то, что вам пишут Просто can be unlocked simply by playing the game Вы можете получить их просто играя в игру Может быть, можете получить и заплатить донатов немножко Но этого не будет на старте Этого не будет на старте Они подождут, пока все обзоры уже выйдут Ну и система Battle Pass'а предоставит игрокам возможность Просматривать контент, который они будут зарабатывать Или покупать за донат Battle Pass'ы будут запускаться вместе с новыми сезонами Чтобы вы могли получать предметы в Modern Warfare Которые будут тематически к этому текущему сезону привязаны каким-то образом В принципе, здесь ничего такого подозрительного нет Это просто то, как все Battle Pass'ы практически во всех играх работают Даже, как бы, искать-то нечего Я, правда, не знаю, почему они тогда называют это новой системой Battle Pass'а Ну, видимо, они подразумевают, что она новая чисто для Call of Duty А не для всего, для всей индустрии Но окей, окей, это просто громкое название Здесь конкретно ничего подозрительного нет А вот дальше снова появляется С новой системой Battle Pass'а вы сможете зарабатывать очки Call of Duty, играя в игру Очки Call of Duty это премиум-донатная валюта Которая, понятное дело, будет, как правило, тратиться на новые Battle Pass'ы в новых сезонах Можно прикинуть, что новые сезоны тоже будут выходить довольно часто Тут надо сразу подумать Вот, опять же, не говорится в этом предложении Достаточно ли будет той валюты, которую ты можешь заработать, не сильно убивая себя и не дико гринди в игре Чтобы тебе хватило ее на то, чтобы купить Battle Pass для следующего сезона Это примерно то, как эта система работает в Fortnite, насколько мне известно Здесь неизвестно, они просто об этом не упоминают Они говорят, что вы сможете заработать какое-то неопределенное количество очков Call of Duty, играя в игру во время текущего сезона Но это количество может быть минимальным, да Но все еще будет технически, по закону Я специально говорю по закону, потому что это фраз станет довольно важным В будущем Они по закону могут просто присутствовать То есть там в количестве, не знаю, 10 очков Call of Duty А для того, чтобы новый сезон пасс купить, вам там нужно условная 1000 очков Да, это не точные цифры, я просто у себя из головы беру Вы технически все еще будете зарабатывать эти очки Call of Duty Но будет ли вам их хватать на то, чтобы купить что-нибудь, что вы хотите И конкретно Battle Pass или может быть там, не знаю, еще что-нибудь Этого не упоминается Здесь я вижу просто идеальное окно для того, чтобы сделать систему, когда ты зарабатываешь какое-то количество очков Но недостаточно для того, чтобы начать покупать шматье, которое тебе интересно И которое будет интересно широкому покупателю Что, да, вы угадали, является той самой привычной схемой психологической манипуляции При которой вы будете видеть у себя вот это вот количество очков заработанных Но вам будет совсем чуть-чуть не хватать, чтобы купить то, что вы хотите Вот совсем чуть-чуть, и вы такие, ну ладно, один разок с Доначо, ну ничего же плохого не случится Ладно, держи, давай, вот тебе, деньга, давай, давай мне, короче, просто дай мне уже эту штуку, которую я хочу Скорее всего они так и сделают, потому что я иногда верю в человечество, я не верю в Activision В системе Battle Pass будет как бесплатный поток контента, так и премиум поток контента для Modern Warfare, конечно же Новое базовое оружие будет зарабатываться непосредственно через геймплей, вы просто должны будете играть в Modern Warfare А функциональные насадки на оружие, то есть не косметики, а то, что влияет на баланс в игре Можно будет открыть через геймплей, точно так же, как и во время беты Снова та же самая история, что во втором пункте из этого абзаца Будет зарабатываться, но не только, тут нету слова только, тут написано будут зарабатываться И точно так же здесь можно будет открыть, но не только можно будет открыть через геймплей, а просто можно будет открыть Они не написали слово only, хотя могли И хотя это буквально бы вот, ну, это бы напрямую сказала людям, что нет-нет, вот только через геймплей все это зарабатывается Ну, как бы, они же этого хотели, как будто бы Но если они не написали only, что вообще никаких бы сомнений не оставило Значит, может быть, их цель была не в этом Я даже зайду немножко дальше Я думаю, что вот это заявление и, в принципе, подобные заявления, они пишутся не совсем для игроков Может показаться, что они пишутся для игроков, потому что они так по-человечески с вами разговаривают, как будто бы, да И говорят вам вроде как хорошие вещи Но это не совсем для игроков пишется Мне кажется, что это пишется для судебной системы И то же самое в последнем пункте В Battle Pass в игровом магазине будут продаваться различные косметики, косметический контент Который ни в коем случае не влияет на игровой баланс Снова нету слова только Нету, а в сочетании с тем, что этого слова только нету Также, когда мы говорим о функциональных насадках Ну, ребят, ребят, некоторые подозрения вкрадываются ко мне, да Вот некоторые недоверия к мистеру Activision Почему же то, что я вам только что прочитал, такое подозрительное? Почему я продолжаю привлекать ваше внимание к тому, какие слова они используют И даже более того, какие слова они не используют? Очень просто Они не дают никаких конкретных обещаний, которые потом можно будет использовать против них в суде И под судом я имею в виду буквальный суд, да То есть я не говорю, что это будет суд Реддита Или там, не знаю, суд лично на Ютубе или еще какая-нибудь такая фигня Не-не-не-не Я говорю про вполне реальный суд, в который можно будет обратиться с коллективным иском На фальшивую рекламу, на обманчивую рекламу Которая, между прочим, уголовно наказуема АА-издатели имеют целые отделы, целые департаменты Которые специально предназначены для того, чтобы очень правильно выверять Если что, цензурировать подобные посты Надо понимать, что это пишут, если разработчики То текст, который вы видите в итоге, он очень сильно видоизменен будет Скорее всего, от того, что написали разработчики Если только сами разработчики уже не привыкли писать его так, как нужно цензорам Потому что цензоры очень бережно относятся к тому, какие слова они используют Они ни в коем случае не должны использовать слова Которые можно будет потом обернуть против них И вот в этом тексте, который я сейчас для вас читал Они не дают никаких конкретных обещаний Они не говорят ничего такого, что можно будет потом сунуть им в лицо и сказать Погодите, но вы же обещали, что только Только косметики будут в магазине Вы же сказали, что никакой возможности не будет получить предметы, которые влияют на игровой баланс Кроме как играя в игру Нет Нет, они по-другому сформулировали свое предложение Они вам говорят, что да, вы можете Вы можете зарабатывать косметики в внутриигровом магазине Вы можете Вы можете через геймплей зарабатывать Во-первых, очки Call of Duty Во-вторых, предметы, которые на баланс влияют Вы можете это сделать Есть такая возможность Мы не говорим, что эта возможность будет адово гриндовой И она будет всячески вас психологически спроваживать Для того, чтобы потратить, задонатить там немножко И, так сказать, ускорить этот процесс, да Но, знаете, что выводы делаете, какие хотите сами Мы сказали то, что сказали А то, что мы не сказали, это гораздо важнее То, как они формулируют следующий абзац Не то, чтобы подозрительно, выглядит, но просто странно, на мой взгляд Battle Pass система в Modern Warfare будет доступна не на запуске Не 25 октября А вот почему Прежде всего мы хотим, чтобы день первый Вот этот вот опыт игровой, который вы получите в первый игровой день Он был охрененский Я думаю, что для тех, кто до сих пор покупает Call of Duty за реальные деньги Он в любом случае будет охрененский Потому что они уже готовы, ну, буквально на все У них не то, чтобы очень высокие стандарты, но ладно И, во-вторых, мы хотим, чтобы все, кто играют в Modern Warfare Чтобы у них был шанс пройти через новую игру И открыть все награды, которые их ждут То, как они, это предложение построены, мне говорит о том, что потом у них этой возможности не будет Или если они выпустят Battle Pass сразу с запуском игры, то у них тоже этой возможности не будет Они, видимо, подразумевают Я предполагаю, что они имеют в виду Что они хотят, чтобы вы открыли все то, что в базовой игре есть Не парясь о том, что скоро Battle Pass закончится Да, и что скоро закончится сезон Что там есть еще награды, которые вам нужно открывать Да, я думаю, что это то, что они имеют в виду Но они просто очень странно построили это предложение Ну и дальше они пишут по факту очень привычные вещи Про то, что мы понимаем, что у вас все еще могут остаться вопросы Со временем вы все поймете Главное, помните, что мы вас любим как разработчик Мы обязательно предоставим вам лучший И из всех возможных игровых оптов вы только ждите Обязательно все у вас будет хорошо Мы с радостью поделимся с вами дополнительной информацией о сезонах после того, как выйдет игра Спасибо, что вы уделили нам время Все такое хорошее Откуда определенные люди получили вот это убеждение о том, что лутбоксов в игре не будет Я так и не понял, если честно Потому что из текста я сделал, если только противоположный вывод Что они скорее всего задержат все вот эти неугодные народу системы на релизе И выпустят их потом, когда уже все обзоры выйдут Когда уже все отзывы будут написаны Игра получит хорошие или хотя бы примерно хорошие оценки А потом, когда уже ее все купили В принципе на оценки будет насрать Даже если их занизят ретроактивно То какая разница Я имею ввиду те, кто заинтересован в том, чтобы в нее играть И те, кто заинтересован в том, чтобы возможно покупать лутбоксы и прочие микротранзакции Уже будут в нее играть Они уже будут внутри, они уже заплатят за нее деньги Их уже не получится отводить Тем, что кто-то там ретроактивно начал занижать оценки Им будет в принципе уже пофиг на это А те, кого это отводит Но они в любом случае не стали бы на эти микротранзакции тратиться Поэтому какая разница Совершенно стандартная привычная система Которую мы в последнее время очень активно видим От, в общем-то, всех ААА-издателей Они сначала делают так, как вам надо А потом через недельку, через две Впихивают туда все для того, чтобы вас выдоить просто как следует Чтобы последнюю каплю молока из вас выдоить И, скорее всего, именно это здесь и произойдет Потому что они не говорят в тексте ничего такого Что можно будет потом по закону против них применить Это очень умно Это то, что ААА-издатели делают Я надеюсь, что то, что мы сегодня обсуждали Для вас окажется полезным Хотя бы в какой-то степени То, что вы сделаете для себя определенные выводы И в будущем будете читать подобные тексты С большим вниманием, по крайней мере Да, не давайте себя обмануть, скажем так Берегите себя и своих близких А если вам нравится слушать, как я говорю, на видеоигровые Или не видеоигровые темы в течение этого количества времени В таком случае, может быть, захотите подписаться на этот канал На мой основной канал, даже на Twitter Может быть, захотите подписаться, поставить лайкусик, дизлайкусик, коментусик, оставить Колокольчик нажать, что очень важно И спасибо вам, что вы тратите на меня время, мои дорогие блюдки Идите сюда Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА